Проблемы с кровлей в этом доме отмечают 10-летний юбилей. Все эти годы жильцы безуспешно пытаются добиться ремонта крыши. В 2015 году здесь должны были сделать капитальный ремонт, но ВОЗ и ныне там. И с наступлением очередного холодного сезона в квартирах верхних этажей начинается потоп. Сейчас работы на крыше ведутся. И это уже не первая бригада, которая в очередной раз пытается отремонтировать кровлю. Вот только жители сомневаются, что это приведет к чему-то хорошему. За окном ноябрь и любые осадки, будь то снег или дождь, заканчиваются тем, что потоки воды текут по стенам, доходя до четвертого этажа. Там несколько бригад поменялось, который начался, начали строить. Их тут четыре раза, три раза выгоняли, подключили другие. Эти другие ребята вроде так и квалифицированы, я чувствую, по разговору. Вот. Но они начали крыть. Но вот опять были праздники, раскрыли и ушли на праздники. Два дня до праздников не работали и праздники три дня. Получилось пять дней, они ничего не делают. А крыша раскрыта, а тут пошел дождь. У меня протекло, у соседки тут, у моей вообще протекло там ужас какой. Сейчас, чтобы заменить кровлю, рабочие возводят конструкцию, крышу над крышей, благодаря которой можно будет производить необходимые работы. Вопрос, почему ремонт не произвели вовремя, пока было тепло, остается открытым, причем уже много-много лет. Сколько бумаг исписано, кому я только не обращался, и в администрацию, и в самую, не знаю сейчас даже, кому я только не обращался, и в управляющие компании, и в свое, в ЖЭУ. ЖЭУ придет, под подмышкой принесет, метр на метр рубероиды, слазит на крышу, так, потопчутся, то ли на нем кроют, то ли не кроют. О том, сколько писем написано, и в какие инстанции отправлено, расскажет целый том из бумаг в руках Петра Ивановича. Кстати, в его квартире эксперты обнаружили грибок, но и опасность такого соседства для его супруги с хроническим заболеванием дыхательных путей не стала аргументом ни для одной из властных структур. Вот жена умерла, еще неизвестно, по какой причине у нее оказался, знаете, хиста на легком. Ведь это ядовитая вещество, вот эта болезнь такая, грибок. И вообще, вообще инстанция писала, что существует грибок, самое удалительное, его надо. Потоки воды, устремляющиеся при любой непогоде, словно реки. По стенам опасность не только для верхних квартир. Тут ведь электрощиток, все, начинается треск, невозможно треск, все, в щиток плюется, в щитке начинается треск. Дом 10, корпус 2, по улице Костачева, по программе капитального ремонта, стоял в списках ремонтируемых в 2015 году. Но по неизвестным никому причинам крыша так и осталась дырявой. Тут дыра, рука лезет, а тут вываливается, загляните, пожалуйста. Тот факт, что работы ведутся сейчас, уже не особенно радует жильцов. Во-первых, качество ремонта в такую погоду вызывает массу вопросов и сомнений. Во-вторых, за 10 лет безуспешной, тщетной борьбы с ветряными мельницами, вера в возможность что-то изменить, давно пропала.